С допущением ошибок. Покончили? Окончили. То есть, как это не делать? Вырубай. Всем привет! Вы на канале Креативный слой. С вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня! В этом видео разберем поподробнее декоративную штукатурку под названием шелк. Я сделаю на одной половине образца правильный вариант нанесения, на второй будет вариант нанесения с ошибками. То, как делать, не нужно. Для начала поговорим поподробнее о поверхности. Поверхность должна быть хорошо подготовленная, выровненная, как под покраску. Далее следует грунтовка и нанесение первого слоя. Это может быть как вот дисперсионная краска, так и специализированный грунт. Если вы новичок, первый раз с этим работаете, то лучше выбрать краску. Она оставляет меньше после себя шагрения. Для подложки я буду использовать вододисперсионную краску близкого цвета к цвету шелковой штукатурки. Наносить краску буду при помощи валика со средним борсом и также плоской кисточкой, которая нам потребуется для того, чтобы прокрасить углы. Начинаем мы с углов. Кисточкой я наношу круговыми движениями. Делайте направление в разные стороны кисточкой, чтобы рисунок не повторялся. Также смежные стены и потолок лучше всего заранее проклеить малярным скотчем, чтобы не было наслоения краски. Показала, как делать правильный угол. Далее покажу, как его делать не надо. Как мы обычно красим от угла, наносим кисточкой прямую полосу. То есть так делать не надо, потому что после того, как нанесете шелк, будут светы проходят кисточкой и видны. Закончили с углами. Далее приступаем к неправильному нанесению краски валиком. При окрашивании, точно так же двигаясь вертикальными ровными движениями, так делать не надо. Самое важное при нанесении шелкового покрытия, это нанести ровно первый слой краски, чтобы поверхность была однородная по цвету и по фактуре. Все это в дальнейшем повлияет на окончательный результат. Цвет краски у меня выбран чуть светлее, чем в дальнейшем будет шелковое покрытие. Специально, чтобы немножко отличался по цвету от финишного покрытия, чтобы было видно, где нанесена штукатурка, а где ее недостаточно. С неправильным вариантом покраски закончили. Далее показываю, как делать это правильно. При нанесении берем достаточное количество краски и наносим вот такими разнонаправленными движениями. Очень хорошо растирая краску по поверхности. Как можно лучше раскатывайте, чтобы не было сильных наплывов и вся шагрень была в разные стороны. Также обратите внимание, какая состыковка идет краске. То есть она по кривой линии. Никаких ровных квадратов прямоугольников не надо делать. И также при состыковке. Чтобы сослоения слишком сильного не было, начинаю раскатывать краску дальше от места, где она будет состыковываться уже с высохшей. Закончили с нанесением краски. Далее дадим ей высохнуть в течение нескольких часов. Краска хорошо высохла. Далее необходимо слегка прошкурить, чтобы убрать мелкие дефекты, которые остались от краски и от валика. Делать это лучше всего наждачной бумагой. С минимальной гридностью подойдет 240-я, либо 320-я. Быстренько пробежались по всей поверхности, подшкурили. Далее берем тряпочку и удаляем излишки, которые остались от краски. Конечно, это кажется достаточно сложным процессом. То есть прошкурить, потом протереть поверхность. Но в процессе нанесения материала, шелкового материала, не придется отвлекаться на то, чтобы удалить какие-то недочеты поверхности. То есть от краски в любом случае где-то может остаться небольшой наплыв, который лучше удалить заранее. Далее приступаем к нанесению самого шелка. Шелк у меня уже заколерованный, такой же фиолетовый цвет. Переливаю его в ванночку. Цвет у нас чуть потемнее, чем цвет основания. Это сделано для того, чтобы было видно, в каких местах нанесен шелк, а в каких его недостаточно. Чтобы в процессе высыхания не было просветов. Сначала беру кисточку и делаю угол. Наношу точно такими же движениями, как делали первый слой краски, чтобы был более разнообразный рисунок в углу. Делаем где-то около метра вниз и также под потолком. Далее меняю кисточку на валик и заполняю уже плоскость стены. Наношу я достаточно толстый слой материала в разных направлениях. То есть делаю такие крестообразные движения. Стык я делаю специально такой неровный, чтобы в дальнейшем при состыковке сухого и мокрого материала не видно было самого стыка. Далее берем кельму. У меня металлическая кельма. Предварительно на нее необходимо нанести при помощи валика шелк. Небольшое количество, чтобы она не подлипала. Делается это в первый раз, пока кельма чистая. И далее начинаем формировать рисунок. Рисунок у меня будет в виде вьюшки такой. Более хаотичный, более разнонаправленный. И повторялся, но интересно смотрелся в дальнейшем на большой площади. Когда начинаю заканчивать, то есть увожу всегда к сухому участку. Опять беру валик и наношу состыковое свежий материал. Также наношу его достаточно толстым слоем. Делаю небольшой нахлест на уже сформированный рисунок. В этом нет ничего страшного. Там материал слегка размочится и будет меньше виден стык. Далее меняю обратно на кельму. Кельму необходимо слегка протереть, чтобы не было засохшего шелка. И приступаю к нанесению. Также чуть-чуть его смачиваю. И начинаю нанесение снизу. Захожу на предыдущий участок, обратно на новый свеженанесенный. И так двигаюсь. В процессе нанесения старайтесь кельму не отрывать с поверхности. То есть если вы будете ее отрывать, то у вас получатся вот такие некрасивые следы. Поэтому если необходимо убрать кельму с поверхности, то делать это лучше всего вот таким образом. То есть сводя ее уже к еще сухому участку. Когда сформировали свежий участок, перехожу на тот участок, который уже был. И начинаю его подглаживать. То есть прямо делаю переход с мокрого на подсыхающий материал. И в процессе нанесения лучше, конечно, работать вдвоем. Один при помощи валика наносит материал, а второй его уже разглаживает и формирует рисунок. Формируем здесь рисунок. Пока вот он формируется, мы его сглаживаем. Как только он становится сухим, то в тот момент можно уже к нему не подходить. То есть ничего особенного вы уже здесь не сделаете. Далее переходим ко второму участку. Показываю, как не стоит делать. То есть начинаем прокрашивать угол, делая прямую линию. Обводим под потолком, вдоль стены, заранее давая материалу высохнуть. Так делать не надо. Далее валиком наношу материал на стену. Делаю я это неправильно. То есть специально растягиваю, как обычную краску наношу. Далее беру кельму на сухую и начинаю формировать рисунок. Тут у меня формируется очень плохо. Приходится очень сильно давить на кельму. И к углам очень тяжело подобраться, так как нанесен рисунок неправильно. А в углу тут ничего и не сделать. Наносим второй нижний участок. Границу стыка делаю прямой. Напоминаю, так делать не надо. Ну и, соответственно, не очищая кельму, начинаю делать рисунок. Кельму, и сразу говорю, вводить очень тяжело. Во-первых, необходимо давить сильнее, чтобы сформировать рисунок, потому что где-то он просто не формируется. В правильном нанесении кельма прям плавает в материале. Очень тяжело наносится материал, так как поверхность стены неровная. Она имеет шагрей от краски, которую мы наносили на первый слой. Соответственно, мы ее не шкурили, и теперь вся вот эта красота видна. Далее приступаю к верхнему участку. Также наношу его средним слоем. Ну и начинаю формировать кельмой. В процессе нанесения очень сильно просвечивает грунтовка. Она смотрится как такие мелкие углубления, как будто там какая-то неровная, шероховатая поверхность. Здесь я нанесу слой подолще. К примеру, на середине стены вы решили сделать пожирнее слой, чтобы у вас сформировался рисунок. Ну и вот как раз-таки вот эти моменты, о чем я и говорила. Если начинать, наносить снизу вверх. И начинаем формировать рисунок. Там, где пожирнее, уже вроде бы получше идет. Но опять же, вот эти вот места, где есть углубление от краски, их очень тяжело заполнять. Пытаемся с этих участков перейти на более сухие, на подглаживание. Не получается делать нормально, равномерно. Все-таки вот этот стык, он слишком сильно виден. Вторая половина готова. Далее снимаю малярный скотч. Сейчас подождем, пока подсохнет. И сравним два варианта. Материал полностью высох, теперь можно подвести итоги. Я надеюсь, вам на камеру видно, что есть разница между двумя работами. В процессе подготовки и при нанесении очень важно иметь достаточный свет. То есть, к примеру, одна какая-то лампочка величия, она не подойдет. Бывает, что у производителя есть только маленькие объемы. То есть, 10-литровых, даже 5-литровых иногда не бывает. Чтобы цвет не отличался на стене, необходимо либо все смешать в одном ведре, либо же методом переливания. Половину банки израсходовали, переливаете в эту половину, смешиваете как бы половину с половиной. Если даже оттенок будет чуть-чуть отличаться в разных банках, чтобы этот переход был незаметный. Да, самое важное при нанесении подобных тонкослойных материалов это проработка углов. В них сложнее всего сделать рисунок. То есть, по этой причине необходимо нанести кистью материал в углах. Это очень важно. Про все этапы нанесения декоративного покрытия шелк я вам рассказала. В завершении хотелось бы сказать большое спасибо тем, кто финансово поддерживает данный канал и помогает в развитии моего творчества. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья. Пока.